Вот заголовок. На новом видео китайский военный корабль в опасной близости от американского... в опасной близости от эсминса Соединённых Штатов. Как думаете, где это случилось? Думаете, может, у берегов Северной Каролины? Где же это случилось? Я просто пялись на видеодоказательство этого безобразия, Джимми. Вы мне не верили тогда с воздушным шаром? Что ж, может, теперь услышишь. Итак, вот видео. Это американский корабль, а тот китайский, и он подрезает наш. И... позвольте мне внести ясность. Расизм, говорите, бутечки из Уханьской лаборатории, но оказывается нормально продвигать стереотип, что китайцы плохо водят? Непорядочно. Ну что, хотите посмотреть это видео? Вот видео. В этом районе международное право гарантирует всем судам свободу судоходства. Международное право. А это типа нарушает? В смысле, они просто идут по прямой, но не знаю, это нарушение международного права? Не, по словам представителей США, они говорят, что Соединенные Штаты делают все в соответствии с международным правом. Им надо было наложить фоном какую-нибудь музыку, чтобы выглядело пугающе. Было бы куда эффектнее. А это что? Это пустышка. Страх-то какой. Боже мой. Вот и все, это все видео. Итак, американский военный корабль USS Чанхун проводил дежурное патрулирование. Мы проводим дежурное патрулирование у берегов Китая. Да, ну на Туны и океанский флот. Океанский флот. А Китай проводит дежурное патрулирование у берегов Орегона? Ну, им нужен океанский флот, чтобы бросить нам вызов. Так говорила Хиллари Клинтон. Это... Это... Нечто дежурное. Можешь представить, чтобы Китай устраивал дежурное патрулирование у берегов Калифорнии и Курт? Или Флориды? Или Техаса? Да, я всегда не знаю, что думать о Китае, ведь... Типа... Во-первых, все то, о чем ты сказал, а еще они, типа, запускали к нам дежурные метеозоны, в смысле, стали притворяться, что так и было. И мы собирались отдать им все рабочие места по производству вирусов, так что мне просто неясно. Мы друзья или враги? Когда китайский военный корабль прошел перед носом корабля Чингху на расстоянии 150 ярдов, это выходит расстояние в полтора футбольных поля. Согласно заявлению Индотихоокеанского командования ВМС США, китайский эсминец Луиан-3 действовал небезопасным образом, говорится в заявлении. Действовал небезопасным образом. Все серьезнее, чем я думал. Боже мой! Я не думаю, они забыли включить поворотники, перестраиваясь. Небезопасным образом, у берегов их собственной страны. В это трудно поверить, да? А, их... Напоминает тот случай, когда Россия проявила неуважение к нашему беспилотнику своим самолетам. Их самолет немного помочился на нашу, верно? Мы просто стерпим это. В заявлении отмечалось, что американский эсминец и канадский фрегат HMCS «Монреаль» находились в районе в соответствии с международным правом. Окей. Проход Чанхуна и Монреаля через Тайваньский пролив демонстрируют общую... Они шли через Тайваньский пролив. Прочитай последнюю строчку. Тайваньский пролив! Это... США летают, ходят по морю и действуют безопасно и ответственноно везде. Где позволяет международная. А также там, где нельзя. Американские военные летают, ходят по морю и действуют Rudolph безопасно и ответственно везде. Во всем мире! Где позволяет международное право, позволяет. И там, где нет. А если попытаетесь привлечь нас к суду, мы примем акт о вторжении в вашу страну. Итак, подведя то к случившемуся, американское судно увидело другое судно и почувствовало себя в опасности. Когда наши корабли стали расистами? Встреча судов произошла в напряженный момент в американо-китайских отношениях после февральского сбития китайского шара-шпиона. Они называют его шаром-шпионом. Они реально называют его шаром-шпионом. Ну, боже мой! Аарон был здесь, когда мы обсуждали это. Пентагон заявил, это, вероятно, неразведывательный шар, и затем... Но в заголовках по-прежнему был шар-шпион, и с тех пор никто не переставал говорить шар-шпион. У них это все еще шар-шпион. Худшая миссия в истории шпионажа. Чудесно. У них это шар-шпион. Встреча произошла в напряженный момент в американо-китайских отношениях после февральского сбития китайского шара-шпиона, после того, как он пролетал на США. Во время диалога Шангрила, министр обороны КНР отказался встретиться с министром обороны Ллойдом Остином, хотя они и обменивались коротким рукопожатием. Это лучше, чем у Байдена вышло с партнера Саудовской Аравии. Байден получил удар кулачком. Итак, ты прав. Итак, напряжен... Посмотри-ка, отношения напряжены из-за шара-шпионов. Не потому, что они создали вирус, который привел к глобальной пандемии, унесшей жизни миллионов. Это не причина напряженности. Из-за их грубости. Да. Просто хочу, чтобы вы знали, вот почему они напряженные. Это все военные базы США по всему миру. Вот только Африка. Смотрите, вот Ближний Восток. Международная... Ха-ха-ха-ха. Да сит. Не, не убирай с экрана. Ты посмотри. Вот Китай, а вокруг это все наши военные базы. А Китай что? Как думаете, если бы у Китая были военные базы у побережья? Было бы... Мы бы им или имели военные базы в Центральной Америке, или... Можете представить, опять же, это Соединенные Штаты. Да, и еще... Вот так заканчивают все империи. Наша заканчивается точно так же. Мы не финансируем собственную страну, отправляем деньги на Украину. Говорим. Мы отправили все наши работы, я не понимаю. Вся эта угроза, мы все еще полностью зависим от них на многих уровнях, разве нет? Они делают большую часть наших вещей, так ведь? Ну и как нам воевать с ними, если они нам все производят? Никак. Мы даже маски не могли раздобыть вовремя. Помешали? Да, это афера с масками. Пришлось положиться на них, а там цепи поставок. Маски оказались без... Верно, в масках не было... Верно, в фğ*** Awards. Верно. Верно, в те д coy tunnel. Верно! 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 Да, в сын! Ой! Верно!